Дальше, следующий момент, очень важный, это контроль врачом пациента после операции. Одно дело сделать операцию, одно дело справиться с какими-то сложностями во время операции, но другое дело это выхаживать пациента после операции. И зачастую это гораздо сложнее, чем сделать самую сложную операцию. И здесь тоже очень важно вам подбирать того врача, которому вы доверяете, тот врач, который готов вами заниматься и вести вас после операционного лечения. Потому что течение ран, особенности ран, сейчас мы об этом тоже поговорим, может быть абсолютно разное. И не нужно себя сравнивать со своим соседом, другом, либо знакомым, которым сделали якобы такую же операцию по поводу такого же заболевания. Еще раз, друзья мои, мы с вами не роботы. И стандартизировать ситуацию крайне-крайне сложно. И стандартизировать операции по поводу заболевания анального канала тоже крайне сложно. Все мы индивидуальны. Вот даже сегодня у меня был операционный день, который вот я сейчас небольшой перерыв, потом дальше иду оперировать. Суть в чем, что вот у меня с утра прошли три пациента с геморроем четвертой стадии. Ну, то есть диагноз одинаковый. Когда мы говорим четвертой стадии геморроя, мы подразумеваем, как это проявляется, с какими осложнениями мы можем столкнуться и что у нас может быть во время самого вмешательства. Но оперирую каждого из этих пациентов с геморроем четвертой стадии, с одинаковым диагнозом. И я столкнулась с разными ситуациями во время операции. У одного поднес давление. Почему? Потому что у него артериальная гипертензия абсолютно неконтролируемая, которую он не хотел лечить. И это мы еще две недели с терапевтом готовили его к операции, чтобы снизить риски. Следовательно, что получается? У нас кровотечение во время операции не потому, что у меня руки корявые, не потому, что я как-то плохо отношусь к этому человеку, у меня личная предвзятость к нему. Нет. А потому что это конкретная ситуация, кейс. Пациентка кейс. И вот во время операции у нас поднялось давление. Почему оно поднялось? Это другой вопрос сейчас. Мы не берем его в расчет. Но это то, что мы предвидели, но полностью устранить не смогли 100%. Да, это одна ситуация. Дальше. У второй пациентки я отметила, что во время операции, после того, как сделали наркоз, вместе с узлами выпадает слизистая нижняя окулярного отдела прямой кишки. Это другая ситуация. Хотя тоже геморрой четвертой стадии. И так, и так. Более того, я хочу сказать, у каждого из них, в зависимости от конкретной ситуации, у одного я больше удалила наружно-гемороидальных узлов, потому что так нужно было, у другого меньше удалила наружно-гемороидальных узлов, потому что так анатомия у него сформирована. И это каждый из этих трех пациентов, которых сегодня оперировал, послеоперационный период свой будет переживать по-разному. Поэтому не пытайтесь никогда примерить чужую шубу на себя. Это невозможно сделать. Это вы только будете расстраиваться и не понимать, что с вами происходит. Потому что вы считаете, раз у вашего соседа после операции на геморрой, кровь выделялась неделю, а у вас целый месяц, то все, врач плохой, либо операция неправильно выполнена. Нет. Может быть, у вас нарушение свертывающей системы крови. Может быть, у вас есть сопутствующие заболевания, которые способствуют тому, чтобы элемент кровотечения в послеоперационном периоде был более длительным, чем у вашего соседа. Также, может быть, у вас давление артериальное, за которым вы не следите и не принимаете препараты. Это тоже приводит к тому, что у вас кровоточивость отмечается более длительно. Может быть, вы принимаете кроверазжижающие препараты, антикоагулянты. Это тоже способствует более длительному выделению крови. То есть я сейчас пытаюсь донести до вас информацию, что не нужно соотносить свое состояние с каким-то знакомым. Это тупиковый путь и вашего психологического здоровья, и вообще реальной ситуации. Каждый из вас индивидуален, и у нас может быть все, что угодно. Я понимаю, что многие хотят о том, что вот расскажите, что будет, вот гарантируйте мне, что это будет. Ну, не могу я это сделать. Я говорю честно. Я могу гарантировать 100%, что приложу все свои знания и усилия, чтобы решить ваши вопросы. И если вдруг возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства внезапно, я тоже вас не брошу, и я тоже решу все вопросы. Поэтому еще раз, не нужно пытаться себя сравнивать с кем-то другим. Вы индивидуальны. Организм наш индивидуален. Но, и это нужно учитывать, как мы хотим индивидуальный подход к нашей ситуации, тоже самое самое нужно понимать, что после операции ситуация развивается индивидуально, в зависимости от многих-многих факторов, о которых я говорила вам уже много раз, и все это есть в моих социальных сетях абсолютно открыто, бесплатно и свободно. Продолжение следует...